Со дня основания Балтийского флота. Его летопись ведется с первой победой флотилии Петра I над шведами 18 мая 1703 года. Сегодня в акватории Финского залива прошли масштабные торжества. Репортаж Дмитрия Витова. Флаги расцвечивания, сигнал большой сбор, должностной выстрел. Сухопутным гражданам непросто разобраться во всех этих военно-морских терминах. Но жители Кронштадта – люди особые. Судьба большинства связана с морем. Это на самом деле такая мощь и гордость за наш флот. Сын служит на корабле здесь. Служу своего любимого, поздравляю с этим праздником замечательным. Здоровья, счастья ему, всего самого хорошего. На корабле перекоп служит. Вот тот самый перекоп – военно-мучебный корабль Балтийского флота. Он может принять на борт до трех сотен курсантов морских училищ. Их занятия проходят в открытом море во время реального боевого дежурства. В акваторию выходят исторические корабли и разыгрывают бой, который 310 лет назад завязался в устье Невы. 18 мая 1703 года гвардия Петра I, солдаты Преображенского и Семеновского полков на шлюпках смогли взять на абордаж два шведских корабля. Это первая морская победа и считается днем рождения Балтийского флота. Еще одна реконструкция боя уже времен Великой Отечественной. В октябре 1941-го 500 моряков-балтийцев высадились в Петергофе. Это была героическая попытка сорвать блокаду Ленинграда. Почти все десантники погибли. Их подвиг долгое время оставался неизвестным. И только после войны, во время реставрации в Петергофском парке, нашли флягу с запиской «Русская земля», «Любимый Балтфлот», «Деремся вторые сутки», «Умираем, но не сдаемся», «Пойте о нас живые». Сегодня на противоположном берегу в Петергофе на минуту остановили фонтаны, чтобы одновременно с салютом в Кронштадте дать салют свой, водяной, в честь Балтфлота, в честь ветеранов. Берлин сформовал и Кенигсберг, а потом флоту отдал печатление. Участвовал в Таллицком переходе. Я единственный из участников этого перехода, оставшихся в живых в Кронштадте. Один из самых эффектных моментов парада – фигурное вождение буксиров. Казалось бы, неповоротливые суда выполняют филигранные движения в ограниченном пространстве гавани. Учеба и боевое дежурство на Балтике не прекращаются даже в праздник. К морю сейчас патрулируют десятки кораблей. Летом этого года запланировано 20 учений. 46 кораблей проходят различного рода испытания на Балтийском флоте. Ожидается пополнение. Ну а для жителей Кронштадта день Балтийского флота – еще и день рождения города. Так что тысячи его жителей не расходятся и после парада. Дмитрий Витов, Сергей Шилов, Ксения Угарова и Иван Карасев. Первый канал. Санкт-Петербург.